Да, компьютерные игры давно стали частью нашей повседневной жизни, а спрос рождает предложений, и вот на прилавках уже тысячи проектов, претендующих на наши с вами симпатии и кошельки. Но знаете, далеко не все из них вообще язык повернется назвать игрой. Ну не все так плохо, есть несколько по-настоящему хороших игр, достойных нашего внимания. Вот о них я вам сейчас как раз и расскажу. Уверен, вам понравится. Детишки, привет! Вы только посмотрите, какая цветастая садамия творится на экране. Да, в такое только детям играть, причем тупым взрочно на Спанч Бобби, скажете вы, да? А вот и нет, перед вами игра Баттл Блок Театр, будь она не ладно. Индия? Ай, шутить так шутить, хуйди! Причем в данном случае я не ругаюсь, я констатирую факт, сейчас объясню, что тут замес. Итак, это 2D-платформер, собранный, судя по первому впечатлению, на коленке. Однако, первое впечатление, как всегда, обманчиво. Мы с точки А к точке Йо, при этом собрав определенное количество зеленых кристаллов, чтобы открыть выход с уровня. Обычно это не представляет проблем, хотя, надо сказать, что, как и полагается, платформа на уровне полно всяких смертельных препятствий, вроде шипов, кислотных ванн, водоемов, ну и врагов, конечно. Но смерть здесь подобна смерти в War in the Blind Forest. Тебя мгновенно возрождает неподалеку от последнего чекпоинта, который также расставлен на уровне. Да, преодолевать препятствия, как правило, приходится одним, специально для вас, выверенным путем. Баттл-блок театр видит слик головоломкой, чем дальше ты проходишь, тем больше ломается твоя голова от безумия творящегося на экране. Порой, чтобы преодолеть какое-то препятствие, придется хорошенько так пораскинуть мозгами. В целом, загадки здесь вполне решаемые и не вызывают какой-то особой сложности, хотя, конечно, всякое бывает. И да, насчет нашего персонажа. Его внешний вид намеренно смехотворный. Прямо на ходу игры можно менять ему как голову, так и набор вооружений, весьма забавного и полезного в определенных ситуациях. Его, кстати, нужно покупать за особые предметы, разбросанные по уровню, так что, если хочешь программу максимум, так сказать, на пятерку с плюсом, будь добр, собрай все, что есть на карте. Голов это, кстати, тоже касается, а не покупается за те самые кристаллы. Ну и так вот, уровень за уровнем мы потихоньку движемся по странам, я бы даже сказал, идиотскому сюжету. И вот. Да, некоторые меня спрашивали, что же я такого нашел в этой игре. Хе, ну, как вам сказать. Вот, если послушать, что я сейчас сказал, то действительно создается впечатление, что это какая-то скучная дебильная игрушка. Но! Я же не упомянул еще про две самых главных ее составляющих. Это антураж и, конечно, кооператив. Игра рассчитана на двух человек, и этим объяснять я вам скажу многое. Кооператив даже из куска непотребства может сотворить, ну, такой же кусок непотребства, да. Но вдвоем-то опинает, согласитесь, интереснее ведь, да? Вот и эту игру проходить одному все равно, что жениться на самом себе можно, конечно. Ну, а дальше-то что я вас спрашиваю? Все, что происходит на экране, это безумие в самом хорошем смысле этого слова. Простая, но красивая графика создает юморной фон, подкрепляемый творящимся на экране безумием. Персонажи на ходу игры постоянно погибают по заветам Чарли Чаплина. Молча и смешно, по какой-нибудь идиотской причине, нередко от рук друг друга. В одну и ту же точку можно тыкаться десятки раз, вроде бы понимаешь, что и как делать, но все равно терпя фиаско раз за разом. О, эти долбаные коты будут висеть вас так, что вы сами скоро замяукайте. А уж сколько будет криков друг на друга, когда из-за какой-то идиотской совершенно случайности вы будете сталкивать своего приятеля куда-нибудь на шипы, а он вас в огонь. Ну или намеренно, конечно, почему бы и нет. Friendly Fire это особенность игры. Должен сказать, что если вы не коллективный разум, мыслящий как единое целое, то, вероятно, от рук друг друга вы будете гибнуть чаще, чем от рук врага. То граната отскочит обратно от стенки, то этот придурок прыгнет в неподходящий момент, и все, снесет тебя нахер, и тебя, и его. Разнообразие игровых ситуаций, кстати, радует. Все они склеены из обычных блоков, в общем-то, примитивных по своей сути. Вентиляторы, сдувающие вас, скользкий лед, шипы, облака с частичной проходимостью, водоем, кислота и прочее. Но комбинации этих блоков встречаются такие, что точно не придет голову обвинить игру в плохом низании уровней. И поверьте на слово, вдвоем решать логические головоломки куда интереснее, чем в одиночке. Не только потому, что вычислительные мощности вашего мозга вырастают, но еще и потому, что в попытках показать друг другу, как надо делать, в стиле «смотри и учись» вы будете постоянно мешать друг другу по-доброму ссориться и устраивать разборки. Особенно, если вы решите выполнить программу «Максимум». Для выхода с уровня достаточно нескольких кристаллов, но чтобы купить новые бошки-картошки, нужно собрать их все, а часть из них, как правило, запрятана в совсем неочевидных местах. Помните иллюзорные стены в темных душах? «Добро пожаловать домой, избранная нежить». Особенно это касается клубков. Клубок — это особая валюта, она встречается по штуке на уровне и лежит в труднодоступных местах. За клубки можно покупать разнообразное оружие, столь же полезное, сколько идиотское. Например, бродячий взрывающийся жаб, мыльные кислотные пузыри или гранаты, которые сдуют себе в рожу потоком ветра. Тут, кстати, подобное обычное дело вообще. Самолетики, камикадзе, ледомет, огненные шары, ходукин и прочие непотребства. С таким вот набором умерщлять друг друга и себя самих станет еще веселей. Ну и по врагам тоже иногда можно попасть, да. Ну и бошки, как же без них. Бошки-картошки — это один из самых интересных моментов в игре, прекрасно работающих на атмосферу. Казалось бы, это всего лишь элемент антуража, но какой? Разделив голову на четыре типа, квадратный, треугольный, овальный и... Как это хрень называется? Тетра-квадра... Тайра-тфу. Короче, поделив их на четыре типа, художники оторвались по полной, нарисав такие рожи, что становится страшно за вселенную. Вы только посмотрите на эти хари! Какая прелесть! Все они покупаются случайно, и каждая просто шикарно в своей идиотии. Их можно менять прямо на ходу игры, получая удовольствие от своего внешнего вида. И вот, играя за двух уродов, вам надо проходить уровни один за другим. Иногда вы будете попадать на призовые уровни, если, конечно, найдете их. А в конце каждой стадии вам необходимым будет пройти финальный уровень. Сейчас, внимание, на время! Прибавьте ко всему, что я сказал, еще и то, что у вас время поджимает. То есть решать головоломки, пытаться их преодолеть, толкаясь и матерясь, надо будет очень быстро. Если вы не любовники госпожи удачи, перепроходить такие уровни придется не раз. Ибо помереть тут в течение первых трех секунд существования, обыденное дело, как горячий чай на брюке пролить, такое же приятное. И все это не потребство в потрясающем по своему уровню безумного юмора антуража. Нет, серьезно, юмор в игре просто как пять копеек. Но эти пять копеек вставлены в процесс так изящно, что хочется пожать руку авторам. Пожать, а потом сломать, потому что нельзя так издеваться над нашими нервами, моцарелло мне в пиццу. О сюжете тут вообще говорить не хочется, он вертится вокруг котов и шляпника. Я сказал, а вы сами гадаете. Ну то есть все, что здесь называется сюжетом, представляет из себя бред в хорошем смысле этого слова. Подаваемый весьма элегантно, будто бы прямая трансляция из дурдома. И чего греха таить, это сделано очень смешно, порой даже гомерически смешно. И причем не только сюжетный обостой, но и вообще все творящееся действо. Каждая мелочь, каждое движение твоего героя, каждое событие, даже каждый звук. Звуковая система здесь, кстати, шикарно, по всем заветам немого кино. Озвучка тут просто прекрасна. И разумеется, просто прекрасен весь саундтрек. Он прямо-таки настраивает на творящийся хавос на экране и включает нужное настроение. Да и сделан он явно со вкусом, этого не отнять. Трудно сказать, можно ли такое слушать вне игры, но в игре музыка великолепно дополняет процессы, погружает вас в игру по самую макушку, полотенце главное не забудьте. Ну и как я уже сказал, кооператив в любую, даже самую скучную игру, сделает интересной. А хорошую игру он делает вообще потрясными. А Батлблок Театр именно, что хорошая игра, если понять ее суть. А именно, как я уже сказал, безмерный степ над всем происходящим и совместное прохождение. Если относиться к этой игре серьезно или не дай бог проходить в одиночку, едва ли она доставит вам хотя бы часть того удовольствия, что могла бы. Это как пить чай без сахара. Кто вообще так делает? Чай должен быть сладким, чтобы аж слипалось все. Так, что-то я не о том. А, да, кроме кампании в игре еще есть режим на четверых, где надо что-то делать. И еще есть возможность создавать свои карты-головоломки, на которых вдвоем тоже можно что-то делать. Если честно, на это время тратить уже не так интересно, но если и желание, почему бы и нет. Вообще, Батлблок Театр умеренно короткая игра, часов на 8-10. Пройдя кампанию, вы вряд ли захотите продолжать еще и на аренах, ведь к тому времени вы уже устанете от ее закидонов. Правда, спустя пару лет, как и мы, вы можете попытать счастье еще раз, пройдя новую игру Плюс. Если, конечно, вам не жалко ваше седалище, которое так полно от ругательства разорвется, отправив вас на орбиту. Ибо новая игра Плюс делает некоторые игровые аспекты совсем уж непростыми, например, вот нет мгновенного возрождения. Это вообще не честно. К сожалению, нет никакого способа сбросить прогресс и пройти игру в обычном режиме еще раз. Точнее, нет легального способа. Нелегально хаж 2. Сменить хоста, либо же провернуть несложную манипуляцию с файлами. Тогда и прогресс сохранится, и обычный режим снова будет доступен. С вашего позволения, танцев с бубном в этот раз не будет, ибо я сомневаюсь, что многие из вас прошли эту игру. Кстати, это намек. Возьмите и пройдите, если у вас есть такой же, как и вы, чумачичий компаньон. Уверяю, вам понравится. Батлблок Театр не уникальная игра. Я навскидку могу назвать еще парочку таких же, что, разумеется, нисколько не занизит ее оценку. Простая, по своей сути, игрушка, но в этой простоте скрыто нечто потрясающее. Смех продлевает жизнь, а хорошее настроение – это ключ к успеху. Эта игра подарит вам и то, и другое, причем со вкусом. Маленький такой вот реликт, этакий изумруд посреди уже тысяч инди-игр, хорошо и не разорки миновавший себя. И он ждет вас. Так что, хватайте под мышку друзей и наяривайте, пока не замяукайте. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...